Вячеслав Бетаров поручил разработать программу создания молокоприемных пунктов. Это позволит решить проблему сохранности исходного сырья и продвижения на рынке. Над документом будут работать специалисты Минэка и Минсельхоза. Вячеслав Бетаров поручил изучить имеющийся в республике опыт, а также опыт соседних регионов. О развитии молочной отрасли говорили на заседании проектного офиса. В мае текущего года войдет в эксплуатацию объект по переработке молока в селении Унал. Кооператив «Алания Продукт» получил господдержку в размере 11 миллионов 800 тысяч рублей. Мощность нового производства составит 5 тонн молока в день и за год. Объем перерабатываемого сырья достигнут не менее полутора тысяч тонн. А «Агроюг» выделен грант в сумме 26 миллионов 900 тысяч рублей для организаций аналогичного производства станицы Луковской Моздокского района. В планах Министерства сельского хозяйства построить в республике еще два перерабатывающих предприятия. До конца 2021 года Северная Осетия будет располагать мощностями, позволяющими перерабатывать около 100 тонн молока в сутки. Это почти в 2,5 раза больше, чем в настоящее время. Вячеслав Бетаров поручил оказывать помощь бизнесменам, которые намерены создавать молокоприемные пункты. При формировании документа, направленного на создание и дальнейшее функционирование молокоприемных пунктов, необходимо учитывать интересы тех, кто участвует в реализуемой программе по борьбе с бедностью.